Привет, Дим! Привет, Шостру! А что это у тебя в руке? Это осенний лист. Какой он красивый! Желтенький! А почему листья осенью становятся желтыми? Это все из-за хлорофила. А что это такое? Какое сложное слово! Хлорофилл – это маленькая фабрика в листьях. Для того, чтобы понять, что это такое, я расскажу тебе, как деревья приспособились выживать в таких условиях, когда летом много солнца, зимой холодно. Но я все время думала, почему зимой нет листьев, летом они зеленые, осенью желтые. Ты заметила, что все деревья высокие? Да, а почему это они такие высокие? Воздух прогревается быстрее, чем земля, поэтому деревья раньше расцветают. А все растения, которые в земле цветы, расцветают позже, потому что земля прогревается медленнее воздуха. А, деревья всегда цветут весной. Но летом солнце становится слишком много. Да, я люблю спрятаться в тенечке. Листья выполняют очень много функций у дерева. Первое – это маленькая химическая лаборатория. Все газы, которые нужны, они берут из воздуха, чтобы разложить их на микроэлементы. А именно микроэлементами дерево будет питаться, чтобы вырасти. А лишнее они выдыхают. А лишнее – это кислород. Как раз таки то, что нужно человеку. Дереву нужен углерод. Зачем это он ему нужен? Дерево в основном состоит из целлюлозы. А если рассмотреть молекулу целлюлозы, то там почти ничего нету, кроме как углерода. Там в основном это углерод. А еще целлюлозы – это водород и кислород. Они тоже есть в воздухе. Поэтому дрова горят. Листья превращают газообразные вещества в твердое вещество. Ой, наверное, тяжело. Да. Для этого нужна солнечная энергия. И еще нужны для этого минералы, которые дерево берет из почвы. И в самих листьях много углерода. Там хлорофилл и состоит из углерода. Еще там есть магний в самом центре, и азот, и еще кислород, и водород. Молекула хлорофила очень похожа на молекулу гемоглобина. Только вместо магния в центре находится железо. Это и подтверждает теорию эволюции. Хлорофила в листе очень много. Он занимает больше половины. Поэтому это основное его вещество. И поэтому мы видим лист цвета хлорофила, то есть зеленый. А люблю зеленый. Как раз таки растения не любят. Как же не любят? Они же все зеленые. Мы видим то, что отражены от объектов сверху. Листья специально отражают зеленый цвет. Значит, зеленый цвет им вреден. И одна из задач листа – отразить ненужные спектры. То есть летом листья покрывают крону, чтобы защитить дерево. Целлюлоза под действием солнечных лучей очень быстро разрушается. А я думала, что это листья для красоты, а это целая лаборатория и защита. Лист – это одно из чудес природы. В листе есть хлорофилл, но есть и другие вещества, которые его красят в другой цвет. Ксантофилл – желтый, каратин – оранжевый, антоцианин – красный. Они всегда есть в листе, но летом мы их не замечаем. А осень их становится больше? Нет, хлорофилла становится меньше. А почему же хлорофилл исчезает в солнце? Осенью становится меньше, и энергии для дерева нужно больше. Значит, должно быть больше хлорофилла. Я же уже говорил, что листья выполняют функцию защиты. И чем меньше солнца, тем меньше нужно защиты. Дерево не будет тратить зря энергию, ведь зима на носу, питательных веществ будет мало. Осенью защиты им нужно меньше. И дерево забирает все минералы – магний, азот и так далее. И все это складывает в корень. А если мы посмотрим на структуру других пигментов, в них нет минералов. Они состоят из буллерода и водорода. Это такие длинные цепочки. Если бы лист остался зеленым, то его было бы очень сложно разрушить. Ведь магний крепко держит. Проследим же, что происходит с листом дальше. Сначала идет сухая осень, и это называют бабе лето. В это время лист по-прежнему отсекает солнечный спектр, но другой спектр поглощает, продолжает питаться энергией. А вот когда приходит сезон дождей, все лисья падают, и это называется листопадом. А так как лист уже состоит из углерода, кислорода и водорода, ему он легко гниет. А зачем же ему сгнивать? Это почти то же самое, что у плодов деревьев. Некоторые деревья наращивают семей плоды. Плод упадет, начнет гнить, и это будет первое питание для семей. Но почему у некоторых других растений нет плодов? Смотри, семей падает, его закрывают листьями. Листья гниют, и этим как раз таки и питаются семена. То есть листья это как плоды? Да. Некоторые деревья не сбрасывают листья, вот елка, например. Это вид хвойных. Основа листа вода. Она зимой же замерзнет. А хвоя маслянистая, она пропитана смолой, поэтому она может пережить зиму. Поэтому елки не сбрасывают свои хвоинки? Да. Много ты мне рассказал, я никогда не задумывался, что простой лист бывает таким чудесным. Пойду посмотрю в окно, какие деревья уже сбросили листья, а какие еще остались. Пока, шуструй! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok